О матушке так называемой скандальной телеведущей Ксении Собчак на странице Николая Платошкина появилась статья следующего содержания. Цитирую. Член Совета Федерации от Республики Тыва, ранее Тува, и мама Ксении Собчак Людмила Нарусова полна возмущения. Ее как парламентария возмущают те, кто выходит в России на пикеты. Какого-то эти люди плохого вида, бомжеватого, по словам Нарусовой. Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. Действительно форменное безобразие. Хитрые пикетчики откладывают свои фраки, снимают драгоценности и кольца с бриллиантами и выходят на пикеты. Так что ли? Нарусовой, видимо, плевать на то, что в России, по официальным данным, 20 миллионов бедных. Но, может быть, родившаяся в Брянске Нарусова смогла на многолетней работе в Совете Федерации ликвидировать бедность в Тыве? Она ведь представляла Тыву в Москве с 2002 по 2010 год и потом опять с 2016 года по сегодняшний день. Труды гражданки Нарусовой налицо. По официальным данным, Тыва на июль 2020 года являлась самым бедным регионом России. Бедными там числились почти 35% жителей. Причем Тыву особенно жаль. Ведь до 1944 года она была независимым государством и вступила в состав СССР в самое тяжелое время. Тувинцы оказали нам огромную помощь во время войны. И теперь и нам, и Тувинцам стыдно, что интересы республики представляют такие, как Нарусова. Отсюда два вывода. Один немедленный, а другой на перспективу. Первый. Сторонники движения за новый социализм и члены КПРФ и Левого фронта в Тыве должны начать сбор подписей за отзыв Нарусовой из Совета Федерации. Второй. В случае победы левых сил на довыборах в Думу осенью 2021 года должен быть изменен закон о Совете Федерации. В этот орган должны прямым голосованием избираться только те жители конкретного региона, кто постоянно проживает там не менее 10 лет. А Нарусовой может заняться реальным делом, ведь ее любимая дочка просит помочь ей наладить крабовый бизнес на Дальнем Востоке. Надо помогать. Крабы – дело прибыльное. В отличие от бомжеватых избирателей-пигетчиков. Конец цитаты. Конец цитаты. Субтитры подогнал «Симон»